Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Виктория слышит крики соседей, ругань, говорит, что плачет девочка, крики, оскорбления, значит какие-то звуки, и не знает она, нужно ли с этим что-то делать. Не покидает мысль, что она может спасти человека, наоборот, хуже. Так вот, я думаю, что есть некое чувство ваше здесь. Понимаете, если вы не посвятили свою жизнь, помощь людям, вообще, ну просто, да, вот, не посвятили свою жизнь тому, чтобы помогать людям. То, что вы описываете сейчас, является некой реакцией вашей на ситуацию. То есть, то есть, вас это как-то вот, знаете как, вас это как-то вот, ну, задевает, да, вас это как-то напрягает, беспокоит и так далее. То есть, желая спасти человека, очевидно, что вам хочется спасти себя и, ну, сделать, сделать, сделать что-то для себя. Вот. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Поэтому я бы тут в этом смысле подумал бы о том, да, вот, что вы можете сделать для себя сам. И нет ли у вас, вот, каких-то таких моментов, да, когда вы, ну, сами могли сталкиваться с подобной ситуацией, да, из-за чего вам особенно тяжело и, ну, как-то больно, да, с этим сталкиваются. Вот. То есть, попробуйте вот посмотреть на это, с такой точки зрения. Дальше. Как это не парадоксально, может быть, звучит сейчас, но подобными действиями соседи нас нарушают правила. Правила совместного проживания людей. Потому что превышается, ну, верхний порог громкости в этой ситуации. И как я думаю, это является правонарушением со стороны людей. И вы вполне себе имеете право пожаловаться, как вам. И сказал моя коллега, да, вы имеете полное право пожаловаться в органы, ну, все-все-все. В частности, в частности, вот, в полицию, да, вы можете божаловать. Вот. Значит, ну, говоря о том, что вот вам... мчат. И вам в этом смысле действительно мчат. То есть, это действительно помехи, создаваемые другими людьми. Абсолютно неправомерно. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это сделать вот это. Действовать в рамках... Действовать в рамках, скажем так, закона, да, и действовать, действовать. Вот максимально для себя... Ну, корректно, корректно, что ли? Что ли? Вот. Понимаете, да? Какая штука? Я понимаю. Я понимаю вас, я понимаю, то, что вы можете, ну, думать о том, что вот... Спаски человека, да, ну... Почему вы думаете, что... Вы тем самым... Вы тем самым... Вот... Человек спасёт. Ну, то есть, вот... Почему вы так считаете? Вот. А откуда мысли именно о... Спасении... У вас возникают? Это очень интересный... Как мне кажется, момент. Повторюсь, если у вас остались у самой какие-то негативные... Эмоции, да, негативные переживания, ваши собственные. Вот. То лучше, конечно, с ними поработать. Вот. Вот. Лучше с ними поработать и лучше их поисследовать. Вот. Потому что... Ну... Вас это может... Серьёзно... Напрягать, да, и... Серьёзно вас это может... Ну... Вам это может серьёзно мешать. Поэтому... Я думаю... Что... Это... Это всё очень приятно. Но я думаю, что... Эта... Ситуация, она... Хороша... Тем... Для вас... Что... Благодаря... Ей... Вы можете... Лучше... Понять... Себя. Вы можете... Лучше... Понять... Себя. Вы можете лучше понять... Например... Например... Да... Вы можете понять... Эээ... Какие... Эээ... Трудности... Эээ... Ну... Беспокойства... Есть... Ээ... Есть у вас... И... Вы можете решить это. Вы можете решить это. Вы можете решить это. Вы можете... Ну... Может быть... Перестать бегать... бегать от этого, ну если до сих пор бегать. Вот понятно, что кто-то может сказать, что это без человечества и можно сказать, что так, ну плохо поступать в том смысле, что, может быть, человеку нужна помощь. Я просто хочу в этом смысле напомнить, что такая вот как бы не адресная помощь, да, она является очень, ну как это сказать, субъективной. И, как правило, человек в ней, в этой помощи адресной решает какие-то свои проблемы. Я не думаю, что по отношению к тому человеку, которому вы хотели бы помочь, подобное является справедливым, и честным. Я думаю, что любой человек достоин честности, искренности и открытости. И потому, и потому хочу вас вот предостеречь. Вот такого рода действует. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!